Всем привет! Сегодня я хотела бы показать вам, как сделать вот такие вот замечательные варежки. Я делала на возраст 9-10 лет. В принципе, они подходят еще, ну, то есть запасик небольшой есть. Смотрите, я вам скажу, их не размеры, они кажутся такими небольшими, но на самом деле у меня просто тонкая и стрейчевая нитка. Я как бы учла этот фактор еще. Смотрите, размеры таковы. Резиночку я вязала 7 см, от резиночки 15,5 см всего высота варежки. Здесь у меня до пальчика 4,5 см, пальчик у меня 5 см, даже с небольшим таким запасиком пару миллиметров. От пальчика у меня высота 11 см, высота своей вот этой вот ручки, пальчиков. Итак, если вам нравится, мы начинаем вязать. Варежки я эти вязала под шапочку свою беленькую, которую мы вязали с отворотиком, такую вот красивенькую. Я решила варежки тоже сделать, но здесь узорчик будет по рапорту немножечко меньше. То есть смотрите, там мы делали перекрещивание 4 через 4 лицевых, то здесь у меня 3 через 3. То есть рапорт моего узора составляет 2 изнаночные, 6 лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых и 2 изнаночных. То есть этот узорчик у меня в принципе такой же идентичный, как и на шапочке, только буквально на пару петелек лицевых меньше я сделала, чтобы как бы поместилось на детской ручке сам узорчик. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла, у меня была остаточки 270 метров в 100 граммах белого цвета. Вы можете взять обычную лану Голтни 240 метров, то есть как хотите. Крючок для заправки, 5 чулочных спиц, я взяла троечку с половиной. Также взяла дополнительную одну спицу со второго набора чулочных. Хотите, можете вязать просто на пяти. Я вам покажу и такой вариант, и на шести спицах такой вариант. Также сантиметр для измерения ручки и ножнички. Для окружности ручки мне нужно набрать 32 петли. Но так как мы будем вязать в круговую, я наберу еще плюс одну. Первые две набираете на одну спицу, затем прикладываете вторую и набираете оставшиеся петельки. Всего нам нужно набрать 33 петли. Обычным классическим способом. После того, как мы набрали 33 петельки, вытягиваем ту спицу, на которой начальные две петли. И так, немножечко не довытягиваете 8 петелечек. То есть у вас на этой спице должно остаться 8 петелек. Смотрите, 2, 4, 6, 8. У меня правильно. Теперь берете в следующую спицу и на нее также нанизываете 8 петелек. 2, 4, 6, 8. Третью спицу точно так же 8. И на последней спице у вас должно остаться 9 петелек. Итак, проверьте, пересчитайте, у меня все правильно. Теперь, вот этот короткий краешек ниточки вытяните наверх и вот таким образом сложите спицы. Теперь, с нашей вот этой, будем считать, что вот эта первая спица, с нее на последнюю, снимите последнюю петельку. И сделайте вот такую вот протяжку последней петелькой, первой петелькой с последней спицей. Вот так вот, как бы протяжку такую вот делайте. И затяните в разные стороны краешки ниточек, то есть нижний тяните вбок, верхний вверх. Вот так вот. Теперь берете пятую спицу и начинаете вязать по кругу. Я начну с изнаночной. Итак, первая изнаночная. Связав первую петельку, еще раз подтяните ниточки, для того, чтобы у вас не ходили спицы. Могут вытаскиваться вот так, как у меня спицы. Вы не пугайтесь, просто аккуратненько одевайте и пересчитывайте лишний раз, чтобы у вас было по 8 штучек. Теперь, первую мы провязали изнаночную. Затем вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и изнаночные. То есть мы сейчас продолжаем на второй спице провязывать с изнаночной одной, так как мы сейчас формируем резинку 2х2. Теперь снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и снова закончилась изнаночная. Значит, третью спицу мы также начинаем с изнаночной. Вот, изнаночная. Теперь снова 2 лицевые, 2 изнаночные. У вас могут вытягиваться спицы, еще раз повторю, вы контролируйте так, немножечко одним глазком, чтобы не выпадали. Теперь снова закончилась изнаночная, мы начинаем снова с изнаночной. Теперь 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и изнаночные. И снова подтяните вот этот краешек ниточки, коротенький. Продолжаем. Второй ряд. Вяжем все как по рисунку. То есть, смотрите, изнаночная, значит изнаночная. 2 лицевые, значит 2 лицевые. Итак, продолжаем 2 лицевые, 2 изнаночные провязывать. Нам нужно всего провязать 19 рядочков. Так как мы 2 уже, вот мы получается 1 провязали полный и второй, вот начало нашего ряда, ориентируйтесь по ниточке, второй мы начали уже. Значит, нам нужно провязать еще 17 рядочков и довязать вот этот 18, который мы только что начали. Когда провяжете резиночкой 2х2, мы с вами продолжим. Вот я провязала свои 19 рядочков резинки 2х2 и дошла до крайней вот этой вот нашей, скажем так, ниточки, до начала первой спицы. Теперь первые 8 петель, первую спицу провязываем лицевой. Причем лицевые мы вяжем за переднюю стенку, изнаночные вяжем за заднюю стенку. И так провязываем 8 лицевых. Теперь переходим ко второй спице. У нас идет первая изнаночная. Мы ее так и провязываем изнаночной и еще одну. Это у нас уже пошел раппорт узора переда, ну то есть нашей вот этой внешней стороны варежки. 2 изнаночные, теперь 6 лицевых, лицевую за переднюю стенку, изнаночную за заднюю стенку. Вяжем 6 лицевых, ну смотрите, вяжем как? 5 лицевых, а из 6 мы, получается, поворачиваем изнаночную другой стороной и за переднюю стенку вот так вот захватываем лицевую, но не снимаем. А еще из задней стеночки провязываем лицевую, только тогда снимаем. Таким образом мы сделали прибавочку одну, то есть у вас получилось 6 лицевых и одна вот она, изнаночная. То есть она у нас провязанная как изнаночная. Теперь переходим к следующей, третьей спице. 6 лицевых, продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. И четвертую спицу провязываем, как и первую, полностью все петельки лицевые. Как вы обратили внимание, внешняя сторона наша состоять будет на средних двух спицах, на второй и третьей. Теперь, что мы делаем? Смотрите, это мы, считается, провязали первый ряд. Теперь вяжем второй ряд. Все петельки лицевые на первой спице. Всегда на первой и последней спице будут провязываться только лицевые петельки. То есть лицевая гладь будет внутри нас. А снаружи, вот они у нас, две изнаночные, так и провязываем их две изнаночные. 6 лицевых, так и провязываем 6 лицевых. Вот она наша изнаночная, мы ее провязываем изнаночной. И переходим к другой спице. Снова 6 лицевых. 3, 4, 5, 6. Две изнаночные. Так и провязываем две изнаночные. То есть наши средние, получается, петельки увеличились на одну петельку изнаночную, которая у нас была добавочная, посерединке. То есть наш раппорт узора состоит из двух изнаночных по бокам. 6 лицевых, 6 лицевых и между ними изнаночные. Как и в шапочке. Только в шапочке я брала 8 лицевых, а здесь 6 лицевых. Для того, чтобы на детскую ручку поместилась наша варежка. В общем, наш рисунок поместился на варежке. Итак, последнюю спицу мы провязали лицевыми. Первый, это получается третий ряд. Мы снова первую спицу провязываем лицевой гладью. Вторую спицу мы провязываем без изменения. Две изнаночные. 6 лицевых. Одна изнаночная. 6 лицевых с третьей спицы, получается, уже. И две изнаночные. Снова лицевая гладь у нас с внутренней стороны, то есть на четвертой и первой спице. Провяжите эти две спицы лицевой гладью. И, дойдя до средних двух спиц, вяжем по рисунку. Две изнаночные. 6 лицевых. Это у нас уже получается четвертый ряд. Одну изнаночную. И здесь снова 6 лицевых. Две изнаночные. И довязываем наш четвертый ряд лицевыми на внутренней стороне четвертой спицы. Вот мы довязали с вами четвертый ряд. Теперь пятый ряд. Первую снова провязываем лицевой гладью. Вторую спицу и третью мы сейчас будем делать повороты. Для этого вам понадобится дополнительная спица, о которой я вам говорила вначале. Две изнаночные, так и провяжите две изнаночные. Затем из шести лицевых первые три петельки снимите на дополнительную спицу и оставьте перед работой. Следующие три петельки провяжите лицевой за переднюю стеночку. Теперь те, что оставляли на дополнительной спице, вот так вот придвиньте к себе и провяжите лицевой тоже за переднюю стеночку. Теперь у нас осталась одна изнаночная. Мы ее так и провязываем изнаночной. Смотрите, у вас освободилась сейчас уже вот эта спица получается четвертая. Я вам предлагаю вязать, как я, на пяти спицах. То есть вам вот эта дополнительная спица не понадобится. Я вам советую делать, в принципе, смотрите, вот получается мы три следующие из шести сняли и оставить их нужно за работой на дополнительной спице. И провязывайте, получается, средний рисунок, средняя ваша вторая и третья спица будут на одной. То есть вот вы провязываете следующие три петелечки из шести, с дополнительной спицы снова провяжите три за переднюю стеночку, обязательно лицевые вяжите. И довязываем две изнаночные, получается, с третьей нашей спицы. То есть смотрите, у вас было четыре спицы, пятой вы ходовой были, вот работали пятой. Но вторую и третью спицу я вам предложила совместить на одну. То есть вам не понадобится еще, получается, шестая спица. Вы будете работать на трех, четвертая ходовая и пятая у вас будет для перекрещивания вот этих вот петелек. Теперь внутреннюю сторону так и провязываем лицевыми внутреннюю. И это у нас было первое перекрещивание. И оно, как вы заметили, было в пятом ряду. После этого пятого ряда нам нужно провязать вот так вот без изменения во внутренних, на внутренней стороне лицевой гладью. А на внешней вот этой стороне без изменения две изнаночные, шесть лицевых, один, два, три, четыре, пять, шесть. И снова две изнаночные. Итак, повторяем, на внутренней стороне лицевые, на внешней стороне по рисунку, то есть мы сейчас провязали первый ряд, вам нужно без изменения провязать еще четыре ряда. То есть мы с вами встретимся сейчас в шестом ряду. То есть сейчас первый вы провязываете самостоятельно второй, третий, четвертый и пятый без изменения. То есть с лицевой стороны рисунок по узору, то есть лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. И с внутренней стороны лицевой гладью. Теперь шестой ряд. Провяжите внутреннюю сторону, то есть первую нашу спицу лицевой гладью. И рисуночек теперь. Снова мы будем делать повороты. Две изнаночные провязываете, две изнаночные. Теперь берете дополнительную спицу, снимаете три первых петельки. И оставляете перед работой. Следующие три петельки провязываете лицевой за переднюю стеночку. Теперь берете дополнительную спицу и с нее провязываете снова три лицевые. Лицевыми. Изнаночную провязываете изнаночной. И теперь на дополнительную спицу первые три петельки лицевые уже со вторых шести петель. И снова теперь провязываем вторые три петельки из шести. С дополнительной спицы провязываем три петельки лицевые. И довязываем с рисунка две изнаночные. Таким образом мы снова сделали повороты. Спицу отлаживаем в сторону и продолжаем. Лицевой гладью нашу третью теперь уже спицу и первую провязываем. Петли на внутренних сторонах у вас не прибавляются и не убавляются. Никуда не поворачиваются. Просто лицевой гладью. Снова дошли до рисунка и вяжем все по рисунку. Две изнаночные вяжем изнаночными. Шесть лицевых. Две, три, четыре, пять, шесть. Одна изнаночная. Снова шесть лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И две изнаночные. Смотрите. Мы сейчас провязали после поворота один ряд. Вам нужно провязать еще второй, третий, четвертый и пятый. Шестой ряд у вас снова будет поворот. То есть вы сейчас вот довязываете. Получается у вас первый ряд вы довязали. Теперь со второй, с первой спицы у вас начинается второй ряд. То есть вы провязываете лицевой гладью внутренние стороны. Второй ряд начался. Рисунок второй ряд провязываете. Итак, третий, четвертый и пятый. На шестой у вас будет уже снова поворот. Но смотрите. После того, как вы провязали пятый рядочек на рисунке, без изменения, то есть по рисунку, вам нужно в этом ряду оставить пять петель для пальчиков. Что мы делаем? Смотрите. Из третей спицы провязываем две первые лицевой, как обычно. И затем берем кусочек небольшой ниточки. Я, наверное, возьму, пожалуй, другого цвета, чтобы вам было видно контраст. То есть на белом, как бы, вам не будет видно, что я показываю. Я думаю, на темном будет видно. Смотрите. Провязывайте первые две просто лицевой обычной ниточкой нашей, а на дополнительную ниточку берете вот так вот и провязываете следующие пять петель. То есть вот я провязала одну, подтянула ниточку, вторую, третью, четвертую и пятую. Смотрите. У вас провязано две лицевых сначала. Пять на дополнительную ниточку и осталась одна петелька. Вы эти пять возвращаете обратно на левую спицу, вот так вот провязанные уже другой ниточкой. И снова, смотрите, берете в руки нашу рабочую нить и провязываете эти же пять, которые у нас на дополнительной ниточке, лицевыми. То есть, как бы, продолжаете вязать, немножечко подтяните их, чтобы они у вас не вытянулись, эти ниточки. И у вас получилось вот таким образом. Вы оставили открытыми. Мы потом немножечко прираспустим вот эту ниточку, мы ее уберем. И вот эти пять петелек у нас остались открытыми. Мы здесь будем располагать наш пальчик. То, смотрите, вы сейчас провязали от начала, ну, то есть, от резинки, не от самого начала, а от резинки. У вас это получается 14 ряд. То есть, когда вы будете вязать левую, вам нужно будет тоже в 14-м ряду оставить также пять петелечек. Только в том случае вы будете делать так. У вас будет, во-первых, на первой спице, то есть не на последней, а на первой спице. Провяжите одну, пять на дополнительную ниточку, вернете их и основной ниточкой просто довяжетесь петель. Итак, мы продолжаем. Это у нас уже идет сейчас шестой ряд. Сейчас мы будем делать на рисунке снова повороты. То есть, вы первую провяжете просто лицевыми, как всегда. И здесь вы будете делать снова повороты. Две изнаночные провязываем изнаночными. Теперь на дополнительную спицу снимаем три петельки. Следующие три провязываем лицевой. С дополнительной спицы провязываем петельки лицевой. Обязательно за переднюю стеночку. Теперь изнанку провязываете изнаночной. Вот так вот просто. Теперь три из шести снова, но уже за работой оставляете на дополнительной спице. Три следующие провязываете лицевой. И из дополнительной спицы снова довязываете наши три лицевые. Один, два, три. И довяжите две изнаночные, которые у нас остались. Таким образом, делать поворотики нужно в каждом шестом ряду. То есть, сейчас вы провязываете снова один, два, три, четыре, пять рядов без изменения. И в шестом ряду делаете поворотик. И продолжаете до тех пор, пока у вас не наберется нужная длина ладошки. То есть, смотрите, до где-то сантиметра, сантиметр-полтора до конца вот нашей ладошки. То есть, вот так вот на ноготочек. Оставляете вот так где-то недовязанно. И я вам покажу, как мы будем закрывать нашу варежку. И встретимся с вами уже во второй части. Продолжение следует...